Привет, ну что, решил вернуться в покемон божественный меч поиграть, по причине того, что вчера, ну просто бегал, где-то часа полтора качался, лазил по дикой местности и не было ни одного вылета. Я подумал, что до этого я в настройках ярлыка запуска эмулятора две галочки поставил, ну маленько изменил, до этого я этого не делал, как в инструкции, и может быть это повлияло на ход вот этих вот вылетов, багов, лагов, в общем, поиграем. Если будет вылет, то все, короче, я забиваю полностью и не возвращаясь к этой игре абсолютно. Значится в гиме, я в гиме огненного типа, выставляем стартовика и смотрим, что там будет. I'm ready. Хоть один вылет, если будет, то все, я на прохождение не буду играть, я так, может, как сказать, для себя поиграю, ну смысла нет, то есть играешь, играешь, ну и раз вылет, потом раз опять вылет, ну как так можно? Ну вот вчера насторожило меня это, я думаю, блин, может записать все-таки. Играл, бегал спокойно, ни вылетов, ну подглючивало в дикой местности, когда там дождь был, я на велике катался просто и много эффектов, и тогда подлай, просадки фпс были. Что тут делать? Не пойму. Заработай очки какие-то. И что это такое? Ага. Ой, что это, блин? Чандилюр. А че это мы двое на него? Он 41 уровня. Так. Алиса работал одно очко. Ага. Ну, я вульпекса видел, верно? Верно, вот он. Угу, собакового уровня он, колоссало тут. Если как бы вылетов не будет, ровно игра будет дальше идти, то я ее буду проходить параллельно с покемон ультрамуном. Еще одно очко. Ну и вон стоит кто-то. Мне ультрамун больше нравится, в принципе. Но эта игра для меня как-то новая. И интересная тоже по-своему, потому что она новая. Всем вот этим вот она интересна. Но я посмотрел по Покедексу. Тут добавлены новые, ну не регионы, а дополнения DLC. И там, конечно, можно дополнительных покемонов постречать. И поэтому общий Покедекс здесь довольно-таки большой оказался. С галарскими формами вот этими вот. И че? Ну, и что? А, так там еще кто-то в траве есть. Шанделюр. Так, а если мы Шанделюра стрельнем водой сейчас, что будет? Дадут мне за него интересный опыт, а? Опыт, опыт. Опыт. Нет, не дали. Или так и надо было действовать? Сейчас посмотрим. Не пойму прикола. А, так. Блин. Я так понял, что надо еще и всех, короче, победить. Остаться однами. Короче, так проделали такую сейчас фишку. Да-да, нет-нет. Как говорится. Ну да, интеллил. Будет другом. Хорошо. Ваншот. Испепеление. Насмешил. Ага. У него еще один. Блин, он убил этого вульпеса. Давай, вот после этого третьего боя будет понятно, что там дальше. Как дела у нас обстоят. Кетнишкак. Кентискордж. Кентискордж. Офигеть. Ну и придумали, что с вами. Ну и ничего. Хекс. Жаль опыта не дают за этих. Тоже ящерицы, кстати, как у меня, только огненные. изололы. Литвик. Акваджет. Огненное тело. Что, прикалываешься, что ли? Как вог... Водяной покемон вообще загорелся. Что-то за прикол. Ну, что теперь? Ну, вот так вот, да, миссия пройдена, оказалось. Дайте мне, это, вылечить интеллога. Так. Ну, пока вот эти халявные поюзаем. Ягода у меня есть, отожжена. Вот она, Ростбери. Ну, а сколько у него там этих очков атаки осталось? Не за памят... За памят... О, вернее, семь. Семь. Ну, есть у него шесть покемонов, а есть еще и крепкий какой-нибудь... Нет. Где ли по Ягода? Вот она. Все, вот теперь хорошо. Ну, и пошли. На огненный стадион. По сути, он просто красный. Или что это он? Жарко стало, что ли? Ага. А как... Как это он так? с полотенцем. Как дурачок, блин, какой-то. Порчат из себя мастера какого-то, да? Кабуу, гейм-лидер обменовать випо. Мило использует вот... О, еблен, травяной, анесса, вот, нахер. И ты это знаешь, тебе придется поработать, чтобы победить меня. Попотеть, короче. Я так не думаю, старик. На интелс. Ну как старик? Не, он не старик. Но лицо у него какое-то пожмаканное. А, я так и думаю. Он взял ее специально, чтобы водяные атаки слабее били. Что мы можем сделать? Ничего, мы не можем сделать, мы можем взять замену магмора. Да, да, да. Магмор пойдет в бой. Солнечный луч. Ну, ну. не ожидал, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ты только письки урон. Ты че? Давай, замешательство на нее. Мне главное, чтобы погода закончилась солнечная. А там, ты меня, интеллион по ваншотам всех. это замечательно. Это замечательно. Ха-ха. Еще раз. ого. Откуда-то земляную атаку знают. Мне это не поможет ему. Ему. Вышел замешательство. Нет, не вышел замешательство. что там? Что там с солнцем? Еще действует? Ну, давай лаву плюм. Бабахни. Маленько. Как он бьет неэффективно. Как он бьет неэффективно. Вышло из замешательства, что ли? На второй ход. Странно. Давай еще раз. Не, хотя как странно. Это же компьютер. Ничего странного нет. Да я бы в пять ходов простоял бы мне. Ну, это хорошо. О, а вот и солнышко закончилось. Пора брать интеллиона в битву. Давай. Вперед. Какой-то хрень уходит. загорелся. Ничего страшного. Он не успеет загореть. На. Пока, пока. Тоже что ли с этой фигней солнечной? Бля. Ну, ебаный. Нахрена, бля. Не понимаю этого. Ладно, давай через солнце попробуем пострелять по нему. Он сейчас солнечным лучом походит. Не знаю, что там со специальной атакой этой черепашкой. Наверное, убьет. Нет, не убьет. Позор, блин. Он еще и не сгорел. Блейзикен. Если у него какая-нибудь квик-атак есть, то нет, нету. На. Солнце, видите, все ему виной. Тандерпанч. У него еще спидбуст, наверное, способность скрытая. Ну, конечно. Которую так разведением ты никак не получишь. Тро. Тро. Вообще, нет. Алтарь это дракон волшебный. Блейзикен огненный. Отменяет погодные эффекты, да? Ну, бласк. Давай. Протект. Ну, разгонит он сейчас себе скорость еще. И что дальше? Он дракону что сделает? Боевые атаки? Боевыми атаками только будет если бить. Блейзик неэффективный. Итог критический удар. Пока. Ну, солнце зашло за точу. Алтарь пока тогда у руля. Надо поднимать этого интелиона. Аркана Интересно. Тоже солнце как? Нет, он запугивает. Он сейчас поставит солнечный день и охеренит. А, у меня банок нету. Блин, фигова. Давай пульс дракона. Знаете, что он от безысходности делает? Огненный атаке неэффективно на алтаре из-за того, что он и дракон, он просто её поджёг. ХП отнялось? Ну, что значит дракон? Ну, что значит дракон? Она крепкая вон такая. Так, сколько у него там ещё? Хитмарм. Двое, видимо. Скорость повысил сюда заточки когтей. Допустим. Боевой хитмарда у нас выпал. В алтаре хп ходит в одном диапазоне. Отжог отнял. Объекты восстановили. Файл Лэш. Не прикалывайся. Защиту снизу. Пофиг. Он упал. Алтарю сейчас поменяю. Электомбаз. Ну, вот чем мне сражаться против его козыря. Энтиллион мёртвый. Тро. Не подойдёт. Электомбаз. Электровэб. Да. Иди. Да, да, да. Его козырь. вот эта многоножка кентис корч 43 уровень так электро веб динамакс тоже на слифт лайтинг физический макс лайтинг будет бить пока будет стоять на ногах конец дух так все равно победим и меня не знаю способности этой многоножки что она умеет понятно что это этот самый огненный покемона видимо и насекомые гиганта макс подожди динамакс гиганта макс не одна ли хуф нет у него да тут конечно интеллион нужен электробат был быстрее так неплохой да весьма электрическое поле он сделал это славно усыпить его нельзя видеть как он обернулся овергроу поменял до поля на травяное они же не стакаются поля по-моему допустим продолжай блин хорошо или собак дамажит молодцом и поле поменял он убьет ее я думаю сейчас сюрпризов не будет макс держи 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 что это было а твою мать специально так уж не ладно добивай электробаза затащил смотри все не интелли он не понадобился вот так вот так трос уроковый уровень сейсмический бросок нет красава вот красава блин да че ты там молишься блять поднимайся вот именно был бы интеллион быстрее бы все дело было бы но блин будет такой был трудный геймлидер у него хорошо подготовлены покемоны против воды но будь у меня хотя нет будь земля или камень он бы солнечным лучом бил бы найтл с солнечным лучом и торкал тоже с солнечным лучом да молодец хороший гимн довольно сложно если бы я не качался не готовился конкретные проблемы здесь были бы абсолютно из-за засухи лиловисп так он поджег огненную униформу которую можно менять например я могу в следующий гимн выйти в огненной униформе с этого гимна так и этот хоп придурковатый иди уже куда нибудь дурик сейф не это темка не интересует это тем для всяких статусных битв затяжных нужно вернитесь в дикую местность чтобы продолжить а нельзя было сразу с ним выйти чтобы вот это такое фигни не было не понимаю ну добежали мы до дикой местности что спустились по лесу использую такси воздушное не забывай я можно пойду а вы сами тут пообщайтесь без меня это напрягает они реально просто ну что такое посмотрите на поведение этого дурачка просто он вышел в дикую местность и охреневает с того что здесь хотя он уже здесь был до этого это так можно до следующего добежать этого до города я это прекрасно знаю я уже там бегал и качался в окрестностях еще один дурик пришел не дают блин поиграть нормально человеку иди гуляю странно что их здесь нельзя наблюдать в процессе игры что они тоже тут ходят там сражаются с кем то вообще было бы шикарно в такси так можно было так но я не буду посещать эти лучи три значка ну три осколка какой то херни у нас вылечены они да они целые ну давай мы ставим тро тогда у меня в такси летающим отмечено интересно сейчас я хочу просто посмотреть на локации где я был да нет да и все а вот здесь вообще то я бывал вот здесь вот здесь я бывал вот тут мне сюда надо прибыть ну глюч подглючила дикая местность очень тут много всего и блин фильтр лучше на картинке стоит поэтому подседает фпс битву нет как раз туда где нам надо там и просадки фпс появляются здесь еще нормально в этой стороне вот здесь вдаль потому что много объектов прорисованных ну теперь надо молиться что куда доехать и не вылетела игра блин эмулятор ух ты кофинги разлетались так давай ускоряем блин почему нельзя туда дойти я же там бывал уже вне кадра у этого здания прям у этого города куда мне и надо чё чё он не отмечен то я не раз там бывал обходил всю эту местность вообще глупо конечно так сделано вот ты тупо по сюжету куда должен дойти хотя я и вне сюжета там был пиздец блять такой нюанс маленький и не могли проработать там стоял чувак чувачок он говорил что типа пока он не может запустить пока у меня нет огненного значка так скажем на входе стоял голорки эти всякие ходят вот тут я ездил собирал всякие предметики там блин чанси тут вылавливал качался на них вот и вход сейчас видимо этого дебила там не будет нет он стоит ну теперь он понятно запустит меня туда да 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 эти он проверил значки вот почему я его не видел за своей спиной что он на велике едет там или ходит мне например это очень важно было бы я люблю когда в игре детали продумано а тут в катсцене он тупо пришел с халтурили разрабы гады блин ну что дошли до следующего городка и снова диалоги кто бы мог подумать снова меня встречают никакой свободы действий практически тоже подглючивает очень масштабный город ну а подойдем да тут эмулятор понятно что не стабилен особо тут эту игру было запустить уже полгода назад проблемой не то что играть в нее поэтому это приемлемо ребят имеете ввиду если ты в нее можешь играть и она не вылетает вот так вот то редкие вот эти фризы это нормально это эмуляция за дампченого рома видите какой прикид дебильный у него он бы еще сверху дубленку одел и в трусах бы вышел и в шлепках просто дичь была бы истинная ой боже мой не хочу сглазить блин сказав что игра не вылетимый эмулятор прям я удивлен невероятно могу так сказать БП шоу вот где мне их брать магазин это есть а где эти штуки взять Белависп и продавать то нечего 320 тысяч нет стоп 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 купить вот ability аааа это скрытую способность можно вот замена капсула способности переводится это просто меняет способность но есть у покемонов и скрытая способность вот чтобы ее выявить нужна вот эта хуёвина короче а вот и сброс на 10 короче это аналог витаминов только в обратном порядке работает скорость хп динамакс а вот эти штуки нужны чтобы рейды устраивать на покемонов в дикой местности 5000 стоит понятно давайте посмотрим на способности что там у нас утро у него имеется способность ГАДС аааа он при плохом статусе повышает стат атаки то есть если он парализованный например он сильнее будет бить давайте купим одну эту капсулу что там она стоит 10 тысяч ну купим одну и проверим как она все работает неужели блин настройки эти реально помогли и можно продолжать играть в эту часть я прям реально играю удивлен я думал сейчас буду снимать и оно вылетит опять где-то так троп поменять ли способность поменял и не спросили на какую просто поменял значит у него их видимо две одна та одна та ширфорс отменяет эффекты какие-то да да ладно а как откуда у него такая способность да ну бабки тут не послевать блин знаете вообще конечно вот этой фигней надо заморачиваться было мне в покемон датабаз зайти и посмотреть у кого какая способность поменять ли способ давай гадс да у него их видимо две та или та угу хорошо снайпер способность повышает критические атаки не буду я ему менять пусть снайпер и будет тогда царина Квинн Маджести в алтаре погодный эффект отменяет на нее не работает град там и так далее это хорошая способность я не буду менять магмар по моему огненная кожа имеет огненное тело флеймбоди статика нет нафиг я сколько этих блять купил ебаный дурак ладно сохраняемся ну пусть будут пригодятся подожди стоп а если на продажу в два раза дешевле да да по пять тысяч ну давай продадим вот так пусть одна будет на всякий случай так это этот торгаш а ты че можешь рассказать я потом по покемон датабаз посмотрю про скрытые способности прочитаю и если что за кадром поменяю там как будто потом все расскажу угу какие дела да меня радует что игра эмулятор стабилизировался в отношении вылетов я наверное за кадром сделаю так я здесь по городу побегаю чтобы на серии ну не бегать с этими подлагиваниями это в этом городе про диалоги вот эти все пропущу вот и уже чтобы к действию сразу к делу приступить а не тратить на это время вот ну все спасибо за просмотр всем пока